Всех приветствую у себя на канале. У нас сегодня маленькое видео о том, как в домашних условиях починить котел на отопление. 90% всех котлов имеют одинаковую схему внутренней разводки, поэтому если у вас не прогревается котел, если у вас котел вылетает в ошибку, как правило это ошибка перегрев горелки, то самый простой способ, который в домашних условиях можно сделать, это снятие крышки. Для снятия крышки внизу есть два винтика, во всех отлах в принципе ситуация одинаковая. В первую очередь, что мы видим, котел выключаем сети и в первую очередь мы смотрим на насос, мы проверяем, берем плоскую отвертку, плоский обычный шлиц и откручиваем на один оборот, на один оборот откручиваем насос. В насосе может скапливаться воздух, этот воздух мешает нормальной работе насоса, то есть насос гоняет в холостую. У вас прохода через котел нету, все, котел перегревается. Следующий момент, если здесь проблема не обнаружена, есть у нас для стравливания воздуха клапан, во всех котлах он в принципе одинаковый, находится он в самой верхней точке котла, не всегда спуск краника Маевского помогает, спуск краника Маевского помогает завоздушивание батареи. Если завоздушивание произошло в топке, то с помощью данного краника, краник идет под четырехранный крепеж, то есть можно разводным ключиком, можно плоскоупцами, краник открутить, вставить шлангу и отсюда можно стравить воздух, который мешает нормальной работе котла. Следующий момент, это поломка, это залипание крыльчатки насоса. Залипание крыльчатки насоса может произойти в случае долгого простой котла, то есть вот полугода котел у вас стоит и прикипает рубля крыльчатка насоса. Насос не крутит и распространенная ошибка неработы котла, когда залипает крыльчатка, это подача отопления холодной. То есть вы пробуете рукой, вы запускаете котел, температура на котле растет, все вроде бы растет, холодный кран подводящий, обратки и холодной подачи. Вы пробуйте, кран ледяной, насос не крутит, насос не гоняет систему, насос не гоняет по системе горячую воду. В этом случае шестигранной отверткой выключаем котел, перекрываем воду с развоздушивателя, спускаем давление, откручиваем два крана на прямой на обратке, спускаем отсюда водовление. И шестигранной отверткой под шестигранный винт мы откручиваем четыре крепежа насоса. В насосе есть крыльчатка с внутренней стороны, вручную проворачиваем крыльчатку, закручиваем все обратно, в обратной последовательности медленно заполняем систему, выгоняем воздух, выгоняем воздух из топки, из грелки, выгоняем воздух из радиаторов, которые у вас есть по квартире, по частному дому и собственно все. Это три основных ошибки, по которым не работает котел. Надеюсь видео было полезно, всем счастливо!